Хорошие знания и позитивный настрой помогли славянским выпускникам достойно сдать экзамены. Они с честью выдержали экзаменационные испытания. Есть и те, кто стал обладателем стобального результата. О двух из них из Первославянского лицея наш репортаж. Путь выпускницы Валерии Борисовой к максимальному результату по русскому языку был нелёгким. Она готовилась к этому экзамену два года, начиная с 10 класса, когда узнала о своих 100 баллах по русскому языку, сначала просто не поверила. Когда я увидела, что у меня 100 баллов, я не поверила. Я подумала, что я зашла в чужой личный кабинет, и это не мои 100 баллов. Но потом, когда я всё перепроверила, я была шокирована. Потом, конечно, испытала эмоции радости. Это приятно, когда ты работаешь и получаешь такой высокий результат. Основная предэкзаменационная нагрузка была в школе. Там вместе с учителем шла серьёзная подготовка. Мы готовились с 10 класса с Татьяной Витальевной. Она нас учила всему, требовала высокие результаты, чтобы мы были готовы к заданиям любой сложности. Безусловно, она внесла огромный вклад в эти 100 баллов. Конечно, я занималась ещё сама, но без педагога, который может правильно направить, показать, где твои ошибки, как над ними работать. Я думаю, что такой результат получить очень сложно, и огромное ей спасибо. Анне Окуневой, когда она узнала о своём экзаменационном успехе, он показался просто невероятным. Я заходила на этот сайт, перезагружала, потому что он тут же обвалился из-за большого количества посещений. Я вижу, что у меня 100, и я вообще не верю, потому что это было очень неожиданно для меня. Я всегда думала, что 100 баллов — это что-то невероятное, такого не может быть. Но потом я, естественно, поделилась этим со своими друзьями, которые стояли рядом со мной, они тоже все были в большом шоке. Все очень обрадовались. Я позвонила своим родителям, потом позвонила своей учительнице русского языка, поделилась с ней. Все были, конечно, очень удивлены, но очень рады. Получить заветные 100 баллов ей помог постоянный упорный труд. Она много занималась в школе и дома, старалась подойти к ЕГЭ во всеоружии. Мне в решении заданий на ЕГЭ помогла моя грамотность природная, которую я развила чтением буквально с 4-5 лет. И также два года я ежедневно занималась этим русским языком, писала сочнения каждую неделю, решала тесты. В школе у нас была очень серьезная подготовка, которая точно так же внесла огромный вклад в этот результат. Анна считает, что большой вклад в 100 баллов на экзамене внесла ее учитель русского языка Татьяна Витальевна Матряшина. Когда стали известны результаты экзаменов, ее телефон звонил почти не переставая. Все выпускники и не только 100-бальники благодарили за знания, за труд, за отменные результаты. Каков же секрет успеха? Основной секрет – это работать. Работать системно и приучать к этой системной работе детей. С детьми мы готовимся к ЕГЭ на протяжении двух лет. И они очень четко знают, что они должны знать и какие навыки получить к определенному моменту. И это я контролирую выполнение. Затем уже только отрабатываем, отрабатываем, нарешиваем тесты и отрабатываем качество написания сочинения. Конечно, всегда волнительно ждать результаты. И последние несколько дней уже перед объявлением результатов практически не живешь, не спишь. Только думаешь, когда, что, какой результат покажут дети. И когда пошли первые результаты, дети стали звонить. Причем не только стобальники, а те дети, кто получил долгожданный результат – и 90 баллов, и 97 баллов. В нашем лице два ученика, помимо двух стобальников, получили 97 баллов. Впереди у этих девушек, как и у всех славянских выпускников, целая жизнь. И они уверены, что трудолюбие и целеустремленность принесут им еще немало успехов. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». И они уверены, что трудолюбие и целая жизнь. И они уверены, что трудолюбие и целая жизнь. И они уверены, что трудолюбие и целая жизнь. И они уверены, что трудолюбие и целая жизнь.